Свидетель СМИР, которого ранее неоднократно вызывали по ходатайству стороны защиты, снова не явился. Он сообщил, что находится на больничном, а также, что обстоятельства рассматриваемого дела ему неизвестны. А также мне сообщено о том, что защитникам подсудимого Ахалая Дату Ревазовича заявлено ходатайство о моем вызове на судебное заседание для дачи показаний в качестве свидетеля стороны защиты. Сообщаю о том, что мне неизвестны обстоятельства, имеющие отношение к данному уголовному делу. СМИР, подпись, дата 12 июня 2023 год. Адвокат Автандил Чкадуа обратился к суду с ходатайством о назначении повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы в отношении подсудимого Беслана Бганба. В нашем случае для установления истинной подделы необходимо на основании части 2 статьи 207 УПК РАД назначить повторную судебную экспертизу, комплексную, с привлечением экспертов разных специальностей. Учитывая, что по мнению обвинений имела место ответная стрельба из пистолета системы ГЛОК, должны быть привлечены эксперты соответствующих специальностей, которые могут дать квалифицированный полный ответ, как например, какие повреждения остаются при ранении от вышеуказанного пистолета. Защита считает также, что при проведении повторной экспертизы необходимо участие эксперта-нарколога, так как по заявлению Бганба, имеющие на правой ноге 11 трубцов являются язвами, образовавшиеся после инъекции препаратом метадон. Автандил Чкадуа пояснил, что ходатайство защиты также основано на оглашенных ранее и приобщенных к материалам дела рецензиям на экспертизу. Ваше тесто, оно еще и основывается на наших прежних заявленных ходатайствах, где мы также говорим о неполноте проведенного судебной комплексной экспертизы и также представленные суду рецензии экспертов Российской Федерации, приобщенные к материалам уголовного дела. Также аналогично в этих рецензиях говорится, что данная судебно-медицинская комплексная экспертиза не является комплексной, а всего лишь комиссионной и на все вопросы не даны ответы и что необходимо назначение повторной экспертизы для полноты. Мы еще раз акцентируем внимание, я уже от допустимости принято решение судом и мы об этом не говорим. Мы говорим сейчас о неполноте и приводим те факты, три вопроса, на которые не мог ответить эксперт-медик, потому что это не входит в его компетенцию. Адвокаты поддержали ходатайство Автандила Чкадуа, сторона обвинения выступила против. Не поставлены вопросы, в первую очередь о том, какие эксперты, это именно защитник или автор ходатайства должен поставить соответствующие вопросы, чтобы мы их обсудили. Не указано, какому эксперту следует назначить экспертизу, так как данная экспертиза должна быть назначена другим экспертом. Состав комиссии не утвержден. Более того, по истечении трех лет, с момента свидетельствования ГАНБА, все раны и рубцы, которые на нем имелись, соответственно, зажили. Исходных данных, по которым бы проводилась экспертиза, суд признал их недопустимыми. Мы считаем, что суд уже дал оценку экспертизы, которая имеется, о том, насколько она полная, насколько она всесторонняя или объективная, вам предстоит решить это в совещательной комнате. Нас интересовала та группа повреждений, которая была у него на правом бедре, по которой эксперты однозначно и в полном объеме высказались. Более того, мы этих экспертов, всех троих, допросили в этой части в том числе и по давности в том числе, значит, их образование этих ран и по группам на эти вопросы получены исчерпывающие ответы. То эти рецензии, они не являются источниками доказательств, потому что добыты, значит, не в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, который определяет порядок проведения судебно-медицинского исследования в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства Республики Абхазия. Вот, поэтому сегодня ссылаться на эти рецензии, значит, вообще недопустимо. Адвокат потерпевших Инга Габелая тоже выступила против удовлетворения ходатайства. Из самого ходатайства защитника непонятно, что же он требует, и он просто назначит дополнительную экспертизу или повторную. В результате в части указано о том, что необходимо назначить повторную. Однако, в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, повторная экспертиза назначается в случае возникновения сомнений в обоснованности экспертизы. Так как вы уже разрешали данное ходатайство и обоснованности в заключении эксперта, мне возникло в этой ситуации назначать повторную экспертизу в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства нет необходимости. В поддержку повторной экспертизы высказался также подсудимый Дату Ахалая. Первый день после получения заключения уголовно, Ганна посты не согласен. Он, когда пришел, Гога постыгивает, он уже знал, какой ответ будет. Потому что пальцем вот так уходил, показывал. И в КТ тоже приходил. Он говорил, что это не до дона вяжет. А Анну, он говорил, что Анну впереди, и Анну вам скажет. Он за это голодовал. Прокурор по надзору приходил, старый, по-моему, фамилия Кураскова, если не допустим. С первого дня он дал один раз, хотел независимую экспертизу. Стороны снова обменялись комментариями. Когда назначают экспертизу, ставятся вопросы, какие телесные повреждения на теле. Эксперт обязан описать все. Он описал все повреждения, но однако не дал оценку. Почему? Потому что вот обвинение, я больше чем уверен, акцентировало внимание именно на это ранение. А теперь посмотрим, давайте, давайте, вот просто вы выдали себя. Вот давайте посмотрим на поставленные вопросы, давайте на судебную экспертизу за номером 63 посмотрим. Там есть акцент на это ранение? Нет, нет никакого акцента. Это вы акцентировали, по-моему, эксперту его направили, определите именно ранение. Уважаемые коллеги, люди умирают 15-20 лет и назначают экспертизу. И по материалам, и молекулярную экспертизу, генетическую тебе прогресс ушел, уважаемые коллеги. И о том, чтобы говорить вот здесь, три года тому назад уже нет тут. Суду должны быть представлены в письменном виде вопросы, которые мы в случае согласия обсудим. Мы не собираемся согласоваться какие-то вопросы, так как мы считаем необъективное заявление нового ходатайства. В соответствии с требованием статьи, адвокат или сторона обвинения, когда заявляет о ходатайстве о назначении экспертизы, должна сама сформулировать вопросы и должна сама предложить сторонам и суду экспертов и государственным учреждениям, которые будут проводить соответствующую экспертизу. Без этого данное ходатайство является неполным. Суд удалился в совещательную комнату, а спустя два часа огласил решение. Судебная коллегия не усматривает необходимости самостоятельно формировать вопросы, интересующую сторону защиты, как и сторону обвинения, так как эти стороны в соответствии с законом имеют равные процессуальные права определять экспертные учреждения и экспертов для разрешения этих вопросов, в связи с тем, что в ходе судебного следствия заключение комплексной судебно-медицинской экспертизы в отношении БГАНБа было исследовано в полном объеме. В ходе допросов экспертов, проводивших экспертные исследования, все вопросы и сомнения по заключению были устранены. При таких обстоятельствах судебная коллегия не усматривает необходимости для назначения повторной или дополнительной судебно-медицинской экспертизы в отношении подсудимого БГАНБа. Вместе с тем, судебная коллегия отмечает, что никакие доказательства не имеют для суда заранее установленные силы, а должны быть исследованы и сопоставимы с остальными допытами по делу объективными данными. Судом будет дана оценка каждому доказательству в отдельности, а также достаточность и взаимная связь доказательств в их совокупности. Более у стороны защиты ходатайств не было, и адвокаты предложили отложить заседание. Представители генпрокуратуры просили коллег определить очередность представления доказательств и более эффективно использовать рабочее время. Мы просили бы, если есть такая возможность, назначить либо использовать полный рабочий день с 11 или с 10 начинать, возможно, до 18 часов, либо давайте определим второй день для того, чтобы очень сильно затягивается... Защита представила сегодня одно ходатайство, которое могло быть разрешено в течение получаса, и мы, по факту, больше сегодня ничего у них нет. Но если есть ходатайство, заявляйте, давайте рассмотрим. Наши оппоненты говорят о том, что свидетели есть, которых мы не увидели, потом у них они всякий раз без изменения порядка, без ничего, кто к допросам возвращаются, кто к письменным доказатам. Почему такой порядок наметился у стороны защиты в то время, когда у стороны обвинения такой возможности не было. В этой связи я хотел бы попросить суд, чтобы сторона защиты все-таки внесла ясность и определила нам то, что требует именно эта статья. Что они представляют? Я не хочу знать фамилии их свидетелей, но они пусть нам хотя бы скажут, сколько их, 10 человек, 15, 20. А закончат с этими свидетелями, а потом мы перейдем к исследованию письменных доказательств, протоколов и 40, давайте 40. Судьи также напомнили адвокатам, что неоднократно просили защиту интенсивнее представлять доказательства. Я сказал, у меня свидетелей больше нету, я заявил в суд, у меня больше свидетелей нету, и сегодня здесь есть доказательства. У меня есть, в вашу честь, но пока я не буду, ряд ходатайств будет заявлен, после разрешения тех вопросов, которые будут озвучены, тогда уже целесообразности допроса свидетеля может больше, может меньше, будем определяться. Проводить заседание два раза в неделю не договорились ввиду занятости участников процесса, но решили собираться на час раньше. Следующее заседание назначено на 10 утра 20 июня. Надежда Боровикова, Инала Гухава, Абаза-ТВ. 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 Абаза-ТВ.